всем привет привет ребята меня зовут женя гейн недавно я в своей группе вконтакте и в инстаграме сказал о том что хочу снять видео ответа на ваши вопросы очень много вопросов вы мне задали и я теперь не знаю как быть одного видео не хватит это точно ответить на все эти вопросы поэтому я решил разбить видео на несколько частей на несколько вообще разных тем снимает видео опять в комнате у своей сестры освещение настраивал два часа фокус не должен ездить было очень много повторяющихся вопросов я решила их объединять и сделать отдельные темы для видео вот то есть в этом видео ответов на эти вопросы не будет уход за волосами это тоже будет девчонки отдельное видео шампуни бальзамы масс отдельное видео будет про диеты про фигуру как я пытаюсь занимаюсь ли я каким-нибудь видом спорта и так далее тоже будет отдельное видео потому что долгая-долгая тема про блогерство протона что я снимаю какой программе редактирую как я начала вести свой канал как стать популярной и вообще вообще все все связанные просто касающиеся блогерства ютюба видеокамер и компьютера я тоже буду снимать отдельное видео и про татуировки это больная моя тема и я давно планировала снять такого рода видео про татуировки на отношения татуировка почему они снимают отдельное видео не объявляя победителей конкурсах многие люди не замечают того что в конце моих видео я чаще всего делаю результаты конкурсов либо результаты конкурса я объявляю своей группе вконтакте но недавно был конкурс на бане для моего канала огромное спасибо девчонки и мальчишки всем вам за вашу работу они очень классные красивые вы видно что вы очень долго все это делали старались но не подходили они мне не подходили вот все классно но вот не подходит и все я решила чтобы никого не обижать я выбрала один из вариантов создавалась человеком сказал что и вот вы выиграли я поздравляю вас и поставила новый баннер новый логотип на свой канал и через некоторое время мне одна девушка прислала в инстаграме в директе фотографию своего свитшота там была изображена девушка точно такая же картинка как мне прислали на баннер то есть там девушка вообще в реально картинке курить сигарету вот такой есть свитшот человек который сделал мне баннер просто я так думаю вырезал эту картинку где-то в интернете пририсовал две родинки убрал сигарету и вот в общем так все и получилось я когда увидела это мне как-то стало не по себе потому что я думал что человек на самом деле рисовал меня я убрала этот баннер хотя я выставила его уже на главную страницу я все убрала и мне там просто там что пало стояло и совершенно случайно вконтакте я набрела на одну очень клёвую группу эта группа создана специально для людей которые хотят красиво оформить себе канал красиво оформить аватарки на свои видео за там девушка яной она помогла мне сделать баннер помогает сейчас делать аватарки для видео я хотела как бы объявить что выиграли они потому что на самом деле делают они качество на свою работу мне все очень понравилось при тебе не буду рассказывать все быстрее выходи быстрее у меня батарейка сейчас сядет брат мы зашел а я стесняюсь ладно иди сюда поздоровайся а у тебя тут же в крем вот сиди да я знаю мы похожи очень с моим братом мой родной брат планировала вас не познакомить в другом видео но вот так что карим плохо разговаривать по-русски потому что он почти с детства в японии находится как давно твои родители живут в японии почему именно там у меня есть мама папа брат младший и сестра они все живут в японии в городе таяма моя младшая сестра софия сначала ходила здесь садик теперь ходит в школу софии было конечно легче всего потому что она садика начала учить японский и уже можно сказать через месяц через два она полностью разговаривала на японском языке у нее нет никакого акцента она очень классно разговаривать на японском очень плохо разговаривать на русском карим мой младший брат приехал сюда и по-моему во второй класс пошел я ему было трудно но постепенно постепенно где-то месяца два-три и он выучил японский язык он у нас чемпион таяма по дзюдо у него черный пояс по дзюдо папа большие надежды возлагает очень конечно мы гордимся карима карим точно так же очень хорошо разговаривает на японском очень плохо разговаривать на русском мама конечно же плохо разговаривает по-японски но зато отлично разговаривает по-русски и по украински моя мама здесь практически не работает иногда бывает такое что она преподает в школе русский язык для японцев он все хотят учить русский язык и добровольно добровольной основе приходят к ней на уроки платит за это деньги там небольшие но есть самое приятно она с ними общается она же учит японский а их учит русскому очень здорово папа у меня хорошо разговаривает по японски хорошо разговаривает по казахски и и хорошо разговаривает по-русски мой папа один из первых людей кто начал возить в россию в казахстан спецтехнику запчасти машины резину и так далее из японии и до сих пор он этим занимается у него здесь своя фирма очень много заказов из россии из казахстана люди заказывают запчасти и раньше заказывали машины с правым рулем спецтехнику много-много всего интересного памперсы и так далее хотелось бы узнать больше японии как вы подали на визу так как у моего папа здесь свой фирма он имеет право делать людям вызов и мы с моим мужем дочка приехали к ним в гости по вызову максимальная виза здесь три месяца мы пока планируем здесь находиться три месяца но у моих родителей трехгодовые визы они здесь каждые три года продлевают визы но они хотят сейчас подать на гражданство почему я ни в одном из видео не показываю свою дочку и почему не показываю своего мужа дело в том что мой муж категорически против чтобы я показывала дочь в своих видео на фотографиях и так далее он считает что маленьких детей показывать не нужно и да и вообще наверное свою семью показывать не нужно если ты публичный человек не выставляя фотографии не снимаю свою дочку потому что один раз когда у нее отросли немножечко волосы когда я был годик или может быть чуть побольше у нее как раз волосики отросли до того чтобы заплести косичку я заплела первую маленькую такую косичку я была безумно рада этому событию только эмоции я хотела поделиться с кем-то своими эмоциями я выставила эту фотку в инстаграме и после этого одна женщина написала то что ну и чем ты гордишься три волосинки разные люди бывают разные вот кому-то очень нравится а кому кто-то ненавидит и будет проклинать материть я не знаю гадости всякие думать я не поэтому не хочу даже чтобы близко про моего ребенка и про моего мужа что-то там думали сколько лет вашему ребенку и как зовут дочке у меня скоро три года у меня один ребенок почему мы никогда не видим твою семью боишься что сглазят или у тебя как в той сказке красавица и чудовище без обид просто интересно посмотреть на двое дочку и мужа многие пишут что наверное твой муж старый или наверное твой муж урод муж у меня достаточно привлекательный парень стройный молодой высокий и он очень часто мелькает моих видео вы просто этого не замечаете и когда я снимала айсбаки челлендж он обливал меня водой многие у нас встречали в городе многие нас встречали за границей и прекрасно девчонки и мальчишки видели что мой муж не не старый и он существует у меня есть дочка друзья надеюсь вы меня поймете и не будете дальше говорить мне покажи дочку покажу мужа когда обратно в алмату пока три месяца мы здесь дальше больше время покажет может быть мы здесь надолго и останемся и может быть даже навсегда поэтому вы постоянно куда-нибудь летаете есть это рабочая необходимость или просто душа просит путешествия до во время того как мы путешествуем мы параллельно работаем у моего мужа работа связана с интернетом он может осуществлять любую операцию через интернет я считаю что это очень здорово когда человек может найти себе такую работу который тебя не привязывает к какому-либо месту ты можешь спокойно путешествовать ругаетесь ли вы с мужем как вы ходите из со все нормальные пары все нормальные мужья с женами ругаются потому что бытовуха вы друг друга постоянно пытаетесь перевоспитать это совершенно нормально то что вы ругаетесь со своей второй половинкой чаще всего знаете как мы миримся я первая подхожу это закон я не знаю почему я настолько отходчивый человек вот вы даже себе представить нему я могу ругаться ругаться злиться прямо что там я не знаю рыдать и стереть рвать на себе волосы а через 15 минут как будто ничего не было их соответственно хочу быстрее помириться потому что я все уже отошла у меня нормальное самочувствие и я начинаю первое подлизываться хотела ли ты и конечно же муж второго ребенка если да то скоро и да я еще хочу одного ребенка мне кажется что я еще не отошла от первых родов от первой беременности я всю беременность и себя жутко жалела я боялась что там там что-то кольнет или я чувствовала там что у меня в животе дочка толкается и я прям так переживала по этому поводу что для меня вся моя беременность проходила в полном каком-то страхе я как-то устал от этого чувства хочу немного прийти в себя еще может быть года два скажи про своего ребенка как она относится к тому что ты снимаешь видео она еще маленькая она не понимать что я снимаю видео но иногда я на нее смотрю она берет мы штатив ставит его она думать что он снимает ее и тоже встает перед штативом что-то ему рассказывает вот так очень смешно еще он называет фотоаппарат клик потому что в диего знаете такой есть мультик диего очень поучительные нам он очень нравится я клик я камера и фотоаппарат и она думает что фотоаппарат это клик и она мне всегда говорит мама дай клик смотрят ли твои родители твои родственники по и видео да все мои родственники все мои друзья и в том числе мои родители смотрят мои видео главное чтобы они смотрели мои видео не при мне потому что мне это жутко смущает мне это абсолютно не нравится я сразу говорю особенно когда моя мама показывает своим подружкам меня там стратегия я все громом включая только не при мне вот когда путешествуете берете ли вы с собой нянь нет мы не берем с собой няню никогда не брали няню никогда не брали бабушек дедушек братьев сестер конечно же если у вас много денег много лишних денег вы можете позволить себе брать путешествие няню то это просто прекрасно респект вам женя какая страна твоя самая любимая город и почему мы много где путешествовали но к сожалению у нас нет возможности объездить весь мир каждую страну каждый город даже жизненно это не хватит к сожалению я бы очень бы этого хотела но на данный момент из исходя из моего опыта такого небольшого моя любимая страна это японии стоящие японии это не токио не оса как где большие города где на улицах сплошное сумасшествие люди как роботы тэши японии это подальше например даже та же таяма где живут мои родители здесь вообще другая культура конечно если поехать немножко еще подальше есть очень много именно таких деревушек таких городов японии которые сохранили свои традиции незабываемая тишина и гармония во всем парке очень красиво они ухаживают за каждым деревцем они когда наступает зима подвязывают каждое деревце каждую веточку чтобы снег не сломал дерево как тебе в японии ну еще раз скажу мне очень нравится в японии стоянно мы возвращаемся сюда снова и снова удивляемся чему-то находим для себя что-то новое и я бы хотела здесь состариться я вижу себя в японии я могла бы запросто здесь жить и легко бы выучил японский язык потому что он не сложный он такой сложный как китайский думать о своем ребенке о своих детях я бы с удовольствием осталась держи потому что здесь обалденные детские садики прекрасные школы питание для детей климату у тебя папа казах ты считаешь себя казашки да у меня папа казах я считаю себя метиской потому что я уже говорила у меня мама украинка и папа казах как ты оказалась казахстане если ты говорила что и твоя родина япония я считаю что у меня три родины первая моя родина это там где я родилась ты казахстан я люблю казахстан я родилась в казахстане и я горжусь этим что я казахстан Вторая моя родина – это Украина, потому что все родственники по маминой линии, тети, мои дяди, сестры, братья, подружки мои, училась я долго в Украине, жили мы некоторое время в Украине, я безумно люблю Украину, очень за нее переживаю, скучаю. И третья моя родина – это Япония, потому что я очень люблю эту страну, здесь живут мои родители, я постоянно сюда приезжаю, мне близка она по духу, поэтому у меня три родины. Сколько лет ты вышла замуж? Я вышла замуж в 25 лет. Не ревнует ли вас супруг, когда вы уезжаете куда-либо без него, допустим, когда вы уезжали в Россию в штаб-квартиру YouTube? Я не знаю, ревнует ли он меня, но он всегда говорит, что он меня не ревнует, ну я сомневаюсь в этом. А во-вторых, он летал вместе со мной, он гулял по Москве, смотрел, встречался с друзьями нашими, которые у нас есть общие в Москве. В общем, он проводил тоже досуг свой замечательный, спокойно меня отпускал на разные мероприятия, на мои встречи и абсолютно адекватно к этому относился. Женя, скажи, пожалуйста, твой муж оказался таким, каким ты представляла его в своих мечтах, изменили ли вы друг друга во время своей совместной жизни? На самом деле я себе по-другому представляла своего мужа. Мировоззрение ваше меняется, когда вы растете, и поэтому это логично, что и меняются ваши вкусы, взгляды на жизнь, ваши желания. И это все тоже менялось в моей жизни. Я хотела то одного, то второго, то третьего, и вышла замуж я совершенно с другого человека. И могу сейчас сказать вам с уверенностью, что мы до сих пор пытаемся друг друга изменить, чему-то научить. И я считаю, что это правильно. Многие говорят, что невозможно изменить друг друга или не стоит менять друг друга. Но я считаю, если вам кое-что в нем не нравится, то вы можете немного подкорректировать его характер, его привычки. И это совершенно нормально. И вы должны адекватно к этому относиться. Не быть гордым, а быть, конечно же, гибким, потому что вы семья. Сколько сейчас твоей дочке? Ты бы хотела, чтобы в будущем она стала блогером? Если нет, то кем бы ты хотела ее видеть в будущем, что бы для этого сделала? Моей дочке скоро три года. Может быть, я бы и хотела, чтобы она стала блогером, потому что блогеры – это очень интересные люди, которым все любопытно, которые постоянно себя совершенствуют, что-то новое узнают и чему-то учат людей, и показывают что-то людям, рассказывают о чем-то людям. Это очень здорово и интересно. Быть блогером – это очень интересно. Главное, чтобы ей это нравилось, чтобы это занятие приносило ей доход обязательно, потому что она должна все равно как-никак себя содержать, а не надеяться на кого-то, и приносила удовольствие. Я думаю, что я сниму отдельное видео про свою дочку, я не буду показывать ее, но я расскажу вам про нее, какие курсы мы посещали, ходим ли мы в детский садик и вообще, как я ее воспитываю. Я думаю, что я точно сниму об этом отдельное видео, и вам будет интересно послушать. Ну что, ребята, в этом видео я ответила только на 10% от всех вопросов, поэтому ждите продолжения, обязательно сниму продолжения. Если у вас будут возникать какие-то новые вопросы, то пишите их под этим видео. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok